Друзья, всем привет! С вами снова Ольга и у нас очередной влог. Сегодня уже суббота и это впервые, наверное, просто какой-то беспрецедентный случай, когда я доснимала свою неделю влогов до целой субботы. Обычно мне хватает на 4, максимум 5 дней. Сегодня ко мне приезжает подруга Марина. Вы ее, скорее всего, еще ни разу не видели на моем канале. Обычно я к ней езжу в гости, она ко мне приезжает впервые. Она очень интересный человек, мы с ней будем болтать, беседовать о чем-то, и я думаю, вам будет интересно. Не знаю, получится поснимать в этот раз что-то или нет. Поехали! Марина уже подъезжает, а мне пришли посылочки. Сейчас вскроем, посмотрим, что тут у нас. Опять какая-то милота. Ага, это очередное. Растение, конечно. Что еще может мне прийти, друзья? Я такая предсказуемая, такая скучная, да? Та-дам! Вот такой малыш. Я не знала, что он такой малыш маленький. Довольно дорого стоил, называется это, друзья. Сейчас скажу, как. Так, здесь не написано его название, а просто общие какие-то сведения о том, как лучше вырастить. Здоровое растение. А, вот, написано же. Алло, Марин. Я просто хотела спросить, спросить, ты суши ешь? Суши не ешь. А, ну все, заказала я уже. Суши заказала. Это такое оптимальное. По-моему, суши едят все. И кроме меня все их любят. Я не люблю суши, но людям нравится, поэтому заказываю. Так, в общем, это называется вот так. Я не могу прочитать, что за почерк вообще. Это что за линии такие. Цветочная этикетка. Короче, ладно, я потом напишу, как это называется, неважно. Та-дам, та-дам, горшочки, цветочки, горшочки. Божечки мои. Какая красота. Это все европейские, друзья, горшки я заказываю. Мне прям что-то потянуло на винтаж. На винтаж. Я сама уже как винтаж ходячий. Поэтому меня тянет на винтаж. Так, пока гости не приехали, нужно это сходить выбросить. Вот такие красотулечки. Классные даже. Пока выносила мусор, еще одну посылку принесли. Просто нон-стопер приносят эти посылки. Ну, раз тут нарисован цветочек, то это, опять же, что-то походу. О, а это что? Это точно мне? Я такое, по-моему, не за... А что это? Точно мне? А, это мугунха. А что на ней нет цветочков? Я вроде хотела с цветочками. Мугунха это символ Кореи. Цветок-символ. Я хотела посадить там снаружи, чтобы люди любовались, прохожие. Вот сюда, на окошко хотела посадить. Ну, там, снаружи. Я думала, оно уже с цветами. А когда оно расцветет? А зачем мне без цветов? А почему меня опять ебали? Погода тем временем решительно портится. Еще пять минут назад светило солнышко. Сейчас уже резко стало темно. У меня такое ощущение, что уже сезон дождей начался. Котя, как такое может быть? Сезон дождей в это время. Ой, прохладненько. Привет. Ты видела, как мы парковались? Нет. На обочину. Серьезно? Ага. Что он говорит? Что ты снимаешь, я бы приехала, говорит, на открытой машине. Ты мокрая вся? Ты не высохла с душа еще или? С душа, да, я всегда так. Ой, я шучу, друзья, конечно, я заказала, но почему-то, Мария, я же тебе говорила, не вези ничего. Ты сказала, ничего не делай, не заморачивайся, я не заморачивалась и просто все купила. Ну, так же, как я, собственно. А это ты хотела пожарить на гриле. София с Ангелиной хорошо едет. А там дождь идет. И кем-то говорит, типа, они, ну, знаешь, потом пожарите. Ну, может, дождь перестанет, мы пойдем пожарим. Там так много. Это с... Ого. Это что такое? Это сортка? Это пирог? Кукай, да. Это пирог? Пирог яблочный. Это где вы его купили? В костку? Вот, и эту милку. Я предлагаю тебе одно оставить, а другое спрятать, да. Потому что это прям очень много. Мои дети, чтобы они ели. Твои не едят так много сладостей. У меня, вон, видишь, сколько сладостей. То есть, а это всегда в общем доступе. Они что хотят, то едят, но как бы, ну, они сами себя ограничивают. Ну, да. А мои дети, они не могут себя ограничивать, потому что у них все под запретом из-за соленого диабета. Ой, диабета, не диабета, такого. Да-да-да-да, дерматита. А-а-а. Поэтому я им очень редко, то есть... Ну, тогда от своих прячь, чтобы они не видели. Им главное тут ящик показываю. А все. А все. Ты что, коробка, это наше все. Если вы вакцинировались, то сейчас даже при столкновении там с человеком, у кого подтвержден ковид, не надо сидеть две недели на карантине. Они таким образом как бы стимулируют, чтобы люди вакцинировались. Вакцинировались. Они уже, вылетая с границу, прилетая обратно, они должны сидеть две недели на карантине. То есть как бы мы ближайся к тому, что... Я все жду, когда начнут, типа, паспорта выдавать, что провакцинированы, тебе как бы дорога открыта везде. Потому что я хотела тоже слетать в Казахстан, в Россию. Все по родни соскучились, конечно, все хотели бы уже вылететь. Поэтому я вакцинируюсь без проблем, если ведут такие паспорта. А не так, что, знаешь, ты уже провакцинировался, и все равно тебе нужно постоянно эти тесты сдавать везде. Ты знаешь, я читала только новости, что AstraZeneca пока еще не одобрили в Корее. Только Pfizer, Moderna, по-моему, и Johnson & Johnson. Это вот сегодня новости я читала. Да-да-да. AstraZeneca пока под вопросом, потому что у нее побочки какие-то там есть. И у нас русские новости, как всегда, переводят. Ой, ребята, если у вас вакцинация, прилетайте. И у меня вчера вопросов было в директ немерено. Все же пациенты ждут, чтобы улететь сюда. Ой, мы тут новости прочитали корейские. Что теперь, если мы вакцинированы? Я говорю, ребят, подождите, это только пока что про корейцев. Ну, я надеюсь, что все-все-таки это. Так, Оля? А это я тебе специально дала, чтобы ты протестировала. Это мне подарили девчонки, они только у меня приходят, вино пьют. Не видела такую ни разу? Видела. А? В кино видела. Ну, прикольно как, да? Класс. Классно же, да? Нашли, кому подарить. Я вино-то не пью. Но вот они приходят ко мне, говорят, чтобы... Когда мы приходим... Да, и она раз и возвращает ее. Класс, класс, класс. Такая очень удобная штука. Я рада, что ты заценила. Помешай свой салат. По поводу... Я такой салат вижу впервые. Марина говорит, это какой-то салат. Здесь манго, да? Это манго же. Есть перчатки. Есть. Что здесь в салате? Креветки. Креветки, зелень и манго, манго. Оно живое, в смысле свежее, не замаринованное? Не замаринованное, не замаринованное, да, свежее манго. Это не то, которое в банке продается, но свежее манго. А соус, что за соус? Соус, он тоже какой-то особенный. Вот если бы не этот соус, а этот салат можно было бы сделать самим. Но секрет весь в этом соусе. Как всегда, да. То есть там даже, знаешь, у нас книга приходит с магазина. Как сделать этот салат? Берете креветки, берете то-то и покупаете соус из Костка. Там не написано, как этот соус сделать. Но секрет фирменный, иначе кто бы покупал этот салат? Это как я по Нине все пытаюсь сделать дома. Как в кафе, чтобы было. Нифига не получается, там тоже у них секретные соусы какие-то есть. А у них там бальзамик, по-моему, только нет? У меня и бальзамик, у меня чего только нету дома уже. Я уже все скупила, соусы какие только можно. И все равно у меня... Препроводного не получается? Да, фигня всякая получается. Давай, почитайте, рассказать тебе, потом как сделать. Вроде как, это смешало. Я не буду вот эту половину делать, но потом оставим. Хорошо, в холодильник уберу тогда. У тебя, может, во сколько приходится сегодня? Он работает сегодня? Или он спит? Он всегда работает, и что? Всегда на работе. Не знаю, во сколько придет. Только что раз они нам толком поговорили, как мужчины. Да, пусть попозже приходят. И дети тоже. Я думала, только мои громкие. Да, я ездила, друзья, в гости к Марине недавно, чтобы снять ролик для вас. А у нас где-то есть, по-моему, ты записывала туда. А, там вообще ничего, не есть чего слепить, короче. Думаю, надо записать. Думаю, надо записать, а мужики начали, как наши, разговаривали. Короче, Марина, все. И это была вторая же попытка у нас? Да, это была вторая попытка. У Марины такой дом огромный, я хотела заснять. Там красота у нее такая... Не получилось, не срослось. Теперь мы тоже переезжаем в дом. Ну, вроде как это дом. Но там, знаешь как, можно сказать, что здания разделенные на 4 этажа. И из этих 4 этажей мы будем занимать только 1 этаж. Хоть и полная квадратура соответствует той, в которой мы сейчас живем, мы будем переезжать, получается, в 35 пенов. Сейчас, живя в 100 пенах, это в 3 раза больше считает. Мы переезжаем в помещение, которое в 3 раза меньше того места. И вот мне нужно уместить задачу... Там этажи есть или у вас просто 1 этаж вот ваш? У нас будет 1 этаж. Лестниц не будет, да? Нет, без лестницы. То, что я хотела, без лестницы. У нас будет 1 этаж без лестницы. Надоели лестницы. Надоели. Как я тебя понимаю, у меня 3 этажа, и всё уже, нафиг, только не лестницы. Максимум 2 этажа идеально. Максимум 2 этажа. Максимум 2 этажа. 3 этажа, это просто вешалка реально. У нас-то 4 тоже этажа. У вас там ещё... У вас ещё и огромные просторы там, дом-то огромный сам по себе. 100 пен — это нихрена себе. Это 350 квадратных метров. Да. А переезжать нужно, считай, в 100 квадратных метров. Всё сколько? 120 квадратных метров. Три раза меньше. Так, ну что, вот вроде как салат готов. Двое детей, вас двое. Это нормально, абсолютно уютненько зато. И убираться меньше. У меня только один... Один какау. Ну мне можно и пивной тогда. Как раз правильный. Смотри, как салатка. Я такой минималист, видишь, у меня... Было 4, и все разбились. Ты нужно ко мне запустить, чтобы ты у меня там всё брала. Ну мне все так говорят. Мне все подружки мечтают меня к себе домой, чтобы я всё повыбрасывала там нафиг. Нам переезжать надо. Так, сейчас, подожди, я его. Знаю, с кем переезжать. Вы большую прям собаку хотите? Ты же говорила, что он мечтает большую собаку. А я тебе говорю, что это будет пи***ц. Я знаю и предполагаю. Большая собака — это просто ванны, вот такие огромные ванны говна в день. Тебе придётся куда-то их закапывать, я не знаю. Представь, вот только это. Я знаю. Но он хочет. Я не могу с этим ничего сделать. Он должен идти через этот опыт. У него должен быть... Ну ты, главное, не взваливай на себя. Да. Я не собираюсь. Всё пусть сам делает. Вот это будет ваша собака, вот вы что хотите, то с ней и делаете. Потому что я знаю точно, дома она у нас не поместится уже. Смотри, это вино, как шампанское, так и сладкое. Хочешь попробовать? Ой, мы налили в салат немножко, ничего же. Если ты пьёшь пиво... Вообще не могу никак. Сладенькое же оно, да? Оно сладкое? Ой-ой, ужас. Нет, я одна ненормальная. У меня все-все-все подруги пьют вино, я одна не могу пить вино, поэтому... Ну ты пьёшь пиво, а муж вчера поехал в магазин, говорит, слушай, я помню, что Оля пьёт касс. А какой именно касс? Я говорю, слушай, там ещё какой-то конкретный касс должен быть. Я говорю, тут есть касс? Классика, это классический. Так, давай, я тебе уберём. Здесь там не хайп, ничего. Нет, я могу любое попить, но лишь бы корейское, только не иностранное. Мне соседка говорит. Ну всё, я теперь тебе должна сказать, что на собрании жильцов, на женском собрании жильцов, у нас есть два собрания, вот здесь есть собрание какое-то, нет? Может быть, есть, я не хожу никогда никуда. Смотри, что я делала после того, что она не сказала. На женском собрании жильцов говорят, что ваш дом хуже всех сортирует мусор. Ваш дом? В смысле, а ты этого никогда не делала, я всю жизнь это делаю? Я это делала, но я, например, могла выкинуть там, не помыть. Да ты что? Муж мог выкинуть. Преступница просто. Преступница, да. Но я не знала, что это нужно делать обязательно. Я думала, что у нас есть дяденьки, которые работают. Они всё равно делают, конечно, но... Они не обязаны не быть, не умирать. Этикетки, там всё оказывается очень... То есть, вот ты выкидываешь, например, вот это, как ресайкл. Но ты должна обязательно это отодрать так, чтобы не оставалось следов. Также и вот эту ты выкидываешь, ты должна вот эту ободрать, чтобы... Ты так выкидываешь или просто выкидываешь? Нет, я просто... Ну, этикетки я точно не одираю. Я не одна здесь нелегал, видишь? Не, ну я мою. Я, по крайней мере, грязный лоток не выкину никогда. Я сначала помою его. Но вот это не отдираю, а его хер отдерёшь. Значит... Давай попробуй отдери его, ты хер отдерёшь. Я просто вот так снимаю и выбрасываю вот в этот мусор, который платный, который зажигаемый. Общий. Да, правильно. Вот туда выбрасываю. Да. Вот, а ресакл только чистую упаковку. Да, да, да. А вот такое с пластика я, конечно, не буду отдирать. А её не отдерёшь. Как её... Вот как ты её отдерёшь? Желательно отдирать так, чтобы было вообще чисто. Ну, желательно. Ну, пусть они тогда приклеивают таким способом, чтобы это можно было отодрать, блядь. После того, как нам сказали, нам пришёл в подарок женьшень. А женьшень, знаешь, как он приходит? Пластиковый, а там ещё на пластике... Ну, корейцы же... Они обожают, да, упаковать в 50 упаковок. Пластик, ещё сверху пластик, который не просто так отрывается, который нужно сначала пожевать, потом порезать. И, ну, соседка говорит, если вы не можете отрывать, тогда выкидывайте в общий мусор. А мне жалко в общий мусор выкидывать, что он там будет. Я же тоже о природе задумываюсь. Пластик, ну, уже работа, наверное, компания, которая покупает у нас этот мусор. Говорят, не надо, тогда мы будем в другую компанию. Правильно, правильно, права свои качать надо. Пусть либо делают так, как удобно людям, либо пусть сами отдирают зубами эту херню. Я видела в России у кого-то из блогеров, женщина взяла дома вот такие вот, у них в одной комнате было всё завалено. Она блогер, не помню, у кого конкретно я видела. Всё завалено. Но у них завалено так, что, например, здесь там бутылки, здесь стекло, здесь упаковка. Они вот такие вот баулы грузили в машину, для этого оставляли специально детей домой. Шли специально на станцию. Ну, в России пока так, да. И у них там все такие аппараты. Там это не налажено, там не налажено пока. И люди сами по собственному желанию это делают. Кто хочет единицы из миллионов. Ну, она своим примером показывала, что это нужно делать. И ради этого она идёт туда специально. Я тогда подумала, что я плохая, потому что я... У тебя всё под носом, да, а ты не выполняешь. Если Северная и Южная Корея соединятся, то мы будем жить как раз в центре. Прямо на границе. Ближе к границе, да. То есть там гора, которая Пуханцан. А что за район? А, Пуханцан, это же хороший район, да. Там, где Пуханцан, там же офигенно красиво. Ну, всё, в гости приглашайте. Да, в следующий раз мы уже будем сейчас в Юнине, я надеюсь. Да. Вот там, куда мы переедем. Там всё очень дорого по сравнению с тем, что у нас сейчас, да? Ну, понятно. Приехали, увидели дом, загорелись, купили. Не купили, а подписали договор. Это было всё настолько срочно, что мы толком даже не задумывались, сколько подадим. То есть там недостаток недвижимости в Сеуле сейчас, да, есть такой? Именно в том районе, куда мы собираемся. Сейчас же везде цены выросли, а там они ещё, получается, догоняют. До того момента, как они выросли. Если возвращаться в Сеул, ты пожила в доме, ты знаешь, что ты теперь не сможешь жить в квартире. В квартире не смогу никогда жить. И если переезжать в Сеул, то из того места, вот что есть, только на Пенчандоне есть чутеки, домики. Не, в Сеуле очень много где есть чутеки. Почти везде. Но только по цене везде по разному. По цене. То, что мы сейчас можем себе позволить. Это уже другой вопрос. Да, и мы не хотим переезжать в тот район, например, в западный район или в восточный район, где там стоят апаты-апаты, апартаменты, и тут посередине один какой-то домик, который был построен в 1938 году. Мы рассматривали район, где будут именно домики. Частные дома. Чеминчик. Мяу. Ну, там у вас участок будет как-то? Ты говоришь, там четыре этажа, и у вас свой будет участок, да? Место парковки, там сад. А, а парковка? Парковка около дома тоже достаточно места. То есть там, насколько большой участок? Как у нас, или больше, или меньше? Такой где-то. Такой где-то, да? Да, да. Ну, вполне достаточно, ты знаешь. Чтобы поставить бассейн, чтобы барбекю, нет? Нет, 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 нет. Вот, ты видишь, у меня барбекю стоит, и всё, бассейн. Бассейн уже на третьем этаже. У нас на третьем этаже ещё огромная терраса, там можно поставить бассейн, то и всё. А здесь вот только барбекю, и всё. У нас такой детский бассейн, и тот, который вот такой бассейн. У нас и детский бассейн, ты думаешь? Ну, всё равно, либо ты уже не смородину, ты же сказала, что тоже хочешь малинку, смородинку посадить. Вот я тоже посадила, там, пару огурчиков, пару помидорок, там, смородин. Всё, бассейн ставить некуда. Первое время нужно будет, значит, выбирать, где либо ты ешь смородину, либо ты купаешься в бассейне. Да, да, либо барбекю. Ты знала, что в Корее есть ритуальный сервис для собак? Ну так, отдалённо слышала что-то, но не сталкивалась с этим никогда. Слава Богу, что не сталкивалась. Мне пришлось столкнуться с этим на личном опыте. У нас собачка погибла. Недавно вот совсем. Недавно, да, недавно. И мы звоним брату, он занимается собаками. Говорим, ну, типа, что, её в коробку, там, и на гору отвезти, или ещё что-то. Он нам сказала, что в горах закапывать нерегально. Если кто-то заявит, то нужно будет платить большой штраф. О, ничего себе. Позвоните в ритуальный сервис для собак. Знаешь, если я бы услышала, когда у меня не было горя, я бы, наверное, посмеялась. Ну, а так, я, ну, была в сильном горе, правда, я почему-то так сильно это через себя пропустила. Так столько лет прожить, 13 лет вместе. Да, да, 13 лет, ага. Член семьи. Мы стали узнавать, оказывается, что около, только в нашем районе, таких сервиса три, представляешь. Фига себе. Это, ну, это прямо очень популярно здесь. На потоке стоит, да? Мы были в новом здании, это четырёхэтажное здание. Мы помним, что мы проезжали мимо того места и сели плакаты по его строительству, что люди были против. То есть те люди, которые живут в округе, они были против того, что именно в этом здании будет ритуальный сервис для животных. А почему? Там кремация, их сжигают? Да, да. А, там кремируют, да? Да, кремируют. А, ну тогда понятно, почему люди против. Кому хочется, чтобы под окнами трупаков жгли. Мы позвонили туда и приехали туда, потому что там они работают 24 часа. Круглосуточно. Да, мы приехали где-то в 9.30, девочки захотели поехать с нами. Мне все пишут, зачем вы детей взяли, а дети... В смысле? Это жизнь, жизнь и смерть. Да, дети видели это всё, как произошло. Конечно, конечно. Собака умерла у нас на руках. Они, что мы будем делать? Ну, поплакали. Я говорю, вставайте здесь у соседей, а мы поедем. Нет, они тоже захотели... Ребёнку 3 года и 5 лет они тоже захотели попрощаться с собакой. Конечно, это нормально, абсолютно. Всё сделано, я говорю, ну, прям... Мне на тот момент показалось, что очень удобно. На высшем уровне всё, как всегда. Вообще, ну, прям... И сколько дорого стоит? Мы заплатили 200 долларов. Ну, не так уж и дорого. Это был минимальный пакет. Но говорят, если животное болеет долго, например, там, онкология у животного, да, или там, парализовало из-за старости, то люди готовятся заранее, идут, узнают стоимость заранее. Если бы мы не знали, знаешь... Ну, у вас-то внезапная смерть была. И было бы по-другому. То есть мы бы выбрали всё минимальное. То есть там настоящие пухорны для собак. Как собака лежит, ты ей вкладываешь цветочек, говоришь прощальные слова, и... И её зажигают потом, да? Да, да, и потом... Прямо на ваших глазах, или как это всё... Извини, что я такую болезненную тему сейчас... На наших глазах. Я тебе потом могу видео отправить. Давай, я вставлю немножко. Да, да, да. Немножко. Это очень трогательно и очень тяжело. Вот. Из того, что всё это было... Ну, то есть как бы организация, что говорит, там было всё прям идеально, знаешь. Раз, два, три, за час мы справились. И нам на следующий день, можно было в тот же день забрать, а можно было на следующий день... Это я сейчас без слёз могу об этом поговорить. Ты немножко на мокром месте у тебя глаза. Отдали потом прах. И моих подписчиков, знаешь, тоже поразило, что там из этого праха... Кто-то просто забирает прах, чтобы его развеять над одним местом. Кто-то из этого праха делает камушки, драгоценные камушки. И на основе этих камушков потом можно сделать какое-то украшение. Ничего себе. Европейцы написали... У меня тоже с Европы много подписчиков. Они прям высылали фотографии, что там это очень распространено не только с собаками, но и с людьми тоже. А в Европе, да, это распространено? Да, да. Для меня это тоже было новое. В Европе есть сервис, что ты садишь капсулу, из этой капсулы потом вырастает дерево как бы на основе души. Для меня вот это вот самое. Я тоже слышала, что в Европе такое существует. Я тоже хочу, чтобы мой прах, дерево удобрили какой-нибудь, смородинку какую-нибудь, чтобы она росла лучше. Да, да, чтобы было продолжение. Да, да. И это дерево, оно уже будет символизировать, ты будешь приходить и общаться там, да, вот для родственников. С этим деревом как будто это вот твой, я считаю, что это вообще идеально. Ну вот, начали писать люди, показывать, что, например, там у мужчины одного есть кольцо, и в этом кольце забит, как бы, он забит, очень красивое кольцо, часть праха его жены. То есть там большой же объём. Сейчас заплачу. Выставляешь, как это всё мило. Потом подвеска. Я понимаю, с людьми такое, как бы. Или с животными. Но с животными это как-то немножко... Когда мы идём в этот сервис, там написано Uri-Ai. Ты понимаешь, что это значит для корейцев? Ну да. Для корейцев же тоже животные как дети. Для корейцев собака это как дети. Поэтому они там пишут Uri-Ai, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Соответственно, и для животных, и в Европе точно так же, для животных там тоже есть и подвески, и камушки, и колечки. То есть там очень много вариантов. Я прочитала, когда искала на русском языке. Я знаю, что в России и в Казахстане есть такой сервис тоже. Но на деле, когда я рассказывала про свой опыт здесь, в Корее, люди мне почему-то писали, вот, было бы у нас так же. Я говорю, ребят, да вы забейте, у вас, по-моему, тоже это всё есть. Но я не знаю. Ну, не так распространено, наверное, так, как ты говоришь, на район 3. То есть это люди пользуются этим реально. Центральные города каких-то, да. А в России, в Казахстане мне всё-таки по старинке, мне кажется, в огороде закапывают, как принято было всегда. А если такой сервис есть, то о нём как бы, ну, знают только элиты мира сего. Ну да. Ну, когда забить в гугле, на самом деле эта информация высвечивается, означает, что, наверное... Всё-таки есть оно есть, но... Ну, где там и насколько популярно... Насколько это доступно. Да. Я не знала, что здесь нелегально пойти в гору, например, и что-то там-то закопать. Что-то там закопать. Эта гора может принадлежать кому-то, и если тебя потом вычисляют по камерам, мы просто представили с мужем, что мы ночью подойдём. Да, друзья, в горах есть камеры в Корее, это Корея, детка. Ты идёшь в гору под покровом ночи, а там камеры. А там стоят камеры, да. Приятно, что такой сервис всё-таки существует, и это доступно всем и каждому. Действительно, здесь отношение к собакам такое, да, одних едят, как бы это... Ну, их специально выращивают для этого. Это считается как коровы, свиньи, собаки, это вот одно. А к другим относятся просто как к детям. Абсолютно как к детям. Там в жопу им дуют, там лапки целуют, и там капец у них отношение, да, к собакам. Собакам, да, икру полизать. Сейчас, мальчик. Они ждут все. Вчера дрестали, что им что-то сожрали. Они ждут, а у детей же всё время что-то падает, потом мне эту дресню убирать. Тот момент, когда Марина влюбилась в Чимина. В Чимина можно не влюбиться, скажи. Кто больше влюбился, я даже не знаю. Посмотри на глаза, на эти глаза влюблённые. Или это сонные, я даже не знаю, как тебя распознать-то. Чё, рыбку съел хорошо, да? Мой салатик поел хорошо тебе? Немножко подворовал у нас тут, да. Сейчас он здесь детей высадит и поедет парковаться. Полая, обычно. Мне очень хорошо. Кто там? Союн. Привет, доченька, привет. Сможешь? Подожди, я тебе покажу, как, а ты потом снимаешь. Будет театр. Не хочешь? Надо подождать, но... Тихо, она боится. Тихо, тихо, тихо сидите. У меня память закончится, если это будет рыбалка длиной в 30 минут. Я хочу. Подожди, она... Не факт, что вообще сегодня будет есть, потому что она стресс такой получила сегодня. Юн, вы пузыри закончили? Во что будете играть? Как на лыжах. Как на лыжах. Как на лыжах, только ты. Сараб, снимай там. Как его зовут? Талле. Талле? Сара, Софию любишь? Обними ее. Покажи, как ты любишь Софию. Сар, покажи, как ты Софию любишь. Смотрите, кто у них живет здесь. Трогай. Там длиной червячок, да? Она от дивана ничем не отличается. В принципе... Ой, она обкакалась от страха. На нас испугалась. Том, нет, Том! Хорошо посидели. Ой, так классно посидели вообще. Классно посидели. Мам, спасибо. Лайпочки, пожалуйста. Все, все, оставляйся. Пойдем. Чвин, пока. Пока-пока. Теперь уже в новом... До встречи в новом доме. Да. Девочки, вы ночевать остаетесь здесь или как? Меня полезет. Пока-пока. Селлюшка даже с собачкой попрощалась. До свидания. Девочки, пока-пока. Ням, чареса. Пока-пока. Спасибо еще раз. Компания, да. Гелик изревновался весь в усмерть. Ой, ревность. Так и прет, Гелик. Как может быть кто-то милее Гелика, да? Котенок, смирись с этим. Всегда будет кто-то милее тебя. Все, кто меньше, все тебя милее. Все, друзья. Он не хочет вас. На этом буду заканчивать сегодняшний влог. У кого-то день закончен немножко стрессом. Но вообще мы очень хорошо посидели. Как всегда остается немножко уборки. Всех вас обнимаю. Всех люблю. Как всегда. Пока-пока. Пока-пока, скажите. Пока-пока-пока. Пока. Пока. Котик. Пока.